Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава Микец, Ханука. Давайте про главу сначала. Обычно, выезжая из Египта, братья ночевали на постоялом дворе. Один из них открывает мешок, находит, написано, чтобы дать корм своему ослу, находит деньги, говорит остальным, и братья очень взволновались и сказали, что это Бог сделал нам. О, теперь подумаем, если бы это случилось сегодня с каждым из нас, что бы мы подумали? Кто-то обрадовался бы тем, что деньги получил, кто-то еще, но кто задумался бы о том, на что небеса нам намекают? Что это Бог сделал нам? Это ключевое слово, которое каждый человек, написали мудрецы, должен каждый день задавать себе. Все события в мире, все события в твоей жизни, все, что ты видишь, все, что ты слышишь, все для тебя. Чтобы ты из этого сделал какой-то вывод. Мудрецы умели еще читать, слышать, там, тенья птиц, которые пели для тебя и так далее. Мы это уже не умеем. Надо думать, что с нами происходит, почему так с нами происходит, зачем так с нами происходит. Есть для нас еще одно большое наставление здесь. Человек должен понимать, что небеса показывают ему каждую минуту какие-то намеки, на что-то намекают. Должна быть сила веры в то, что ничего не происходит случайно, все свыше. Мы, опять-таки, должны задать себе ключевой вопрос. Зачем? Для чего? Что это от нас ожидается? Любое событие не случайно. И это урок Дней Хануки. Благодаря Бога за чудеса, которые мы отмечаем чудесную победу над греками. Ну, действительно, там, группа раввинов разбила выдающуюся армию мира. Но празднование этого чуда совершается, как зажиганием свечек, чтобы отметить то чудо, которое случилось в храме, когда горело масло 8 дней. Почему? Потому что мы говорим Богу, мы прекрасно понимаем. Мы понимаем, что победили не благодаря себе, а благодаря тебе, потому что это было явное чудо. Знаем это. И поэтому вышли мы, чтобы служить тебе в храме, как желал этого Бог, как заповедовал нам. Знаменитые слова, когда он сказал, отпусти народ, чтобы он служил мне. Первую часть все знают. А вот чтобы он служил, не было просто выхода из Египта. Сказали, выходи, там, это уже я забегаю чуть вперед. Не было такого. Так и здесь, служи мне. Это урок для нас, для наших друзей. Мы обязаны, мы дети этого поколения, одного из поколений, приходом о шеюхе, должны спросить, что нам сделал Бог. Что вот это вокруг нас происходит, для чего это. Сказали мудрецы, когда человек встречает вообще серьезное испытание какое-то. В виде каких-то вредных отношений, дурных желаний, ну в любом. Он должен понимать, что источники не где-то в мире, а у него внутри. Так написано. И не правда, что надо действовать там и двигаться за миром, чтобы там соблюдать еврейские или жить еврейской жизни. Да ничего подобного. Все наоборот. Это от нас зависит, написано, состояние мира, в котором мы обитаем. Если служение совершается Богу неохотно, через сухо, без желания, возникает проблема. Вознимает реальная проблема. Но от нас сокрыто то обстоятельство, что вот как раз все помехи там на пути, это не вовне, это от нас все идет. Если бы мы изменились сами, сосредоточились не на отрицании наших возможностей, или это невозможно, это нельзя, а наоборот на вере, то мы могли бы написано изменить мир. Совсем не просто вообще менять укоренившиеся какие-то привычки. Но на Хануку, которая обычно выпадает на неделю, когда читают главу Микет, сейчас тоже она все выпала, в этом отношении несет важнейший урок. Нужно действовать постепенно. То есть не надо делать все сразу, просто добавьте одну свечечку за раз. В первую ночь мы зажигаем одну ханукальную свечку, во вторую две, в третью три. И каждый день мы добавляем по свече, и вскоре вся минора горит восьми ханукальными свечками. И нет ничего страшного в этом всем, что мы по чуть-чуть действуем. Страшно другое. Страшно продолжать действовать как раньше, несмотря на предупреждающие сигналы, когда мир нам посылает, и Бог посылает нам сигналы, что так дальше нельзя, мир рушится. А мы действуем так же, как и раньше. С чем это связано, неважно. Состояние мира, физическое здоровье, духовное благополучие. Если есть какой-то сигнал, который мир посылает нам, который мы видим, но немедленно что-то начинать делать. Надо пересматривать, получив какие-то сигналы, свое отношение к жизни, свои приоритеты. Дай Бог, что мы слышали звучащие для нас все вот эти сигналы сверху. Нам все сигналы есть. Звонки будильника вот эти сверху, и все это есть. Рэбе говорил практически то же самое, что Пшелон говорил. Растите, растите потихонечку, всегда находитесь в движении. Совершенно сегодня одно доброе дело. Завтра соверши их два. Иди по жизни постепенно. Это Рэбе сказал темпом, который вам под силу. Не надрывайтесь, никто от вас этого не просит. Не ждите, что завтра станете праведником. Но и не считайте, что сегодня уже все сделали. Поэтому Хануко очень светлый праздник. Хануко праздник, когда надо искать и рассказывать о чуде. Поэтому Брахава Ацлаха, всего самого-самого лучшего. Хануко Самех. И давайте улыбаться в эти дни. Несмотря ни на что. Улыбаться обязательно. В этом суть праздника.